Домой звонить будешь? Буду. Поговори номер телефона. Что, как дела? Все нормально. Что так мрачно, все нормально? Все нормально, потому что. Сколько книжек прочитал? Не знаю, читаю потихоньку. Ну сколько штук? Начинаю читать, если не нравится что-то. Другую группу могу читать. Мало читал до этого. До плена, сколько ты книг прочитал? До плена? Да. Когда последний раз читал до плена? Книгу именно художника? Ты языка? Нет, был. А у вас есть люди, которые не сидели вообще? Не знаю. У тебя такие знакомые? Много знакомых, которых не сидел. А кого больше? Кто сидел или кто не сидел? Кто не сидел, наверное. Ну, сейчас, потому что в лагере с многими познакомился тоже. По какой статье? 111, часть 4. Кого? В драке. Я понимаю, что в драке. Ну, кого и за что? Товарищ просил помочь. У меня забрали ключи от дома. Пошли забирать ключи. У товарища забрали ключи. Ну, короче, расскажешь. Это будет прикольно. Что, полиции нету? Позвонить в полицию? Ну, там человек один сидел, второй сидел. Было наказание. Короче, тот освободился, пустил его. Не по понятиям звонить мусорам, да? Да, ну, типа, и как бы... И сколько дали? 6 лет. Он сидел 5. Выжил? Кто-то? Кто поставил? Кого? Да. Нанесли удары? Нет. Угу. 111, а какая часть? Четвёртая. А, четвёртая, да. Да. И вы втроём были поделиками? Нет, я один был. Сорона возможностей? Такого. Нанесли удары, всё, на следующее утро приехали, забрали всё. Ну, там нашли вечером потом. Ну, естественно, никто... Когда ты вышел? Я в 22-м году. А на хрена ты? А как ты на войну пошёл? Я? Ну, уж хотел написать... Ну, раз работа была так туго у меня... Там тоже сказали, что помиловь, потому что можно написать, может там... Ну, чистый лист потом будет. У тебя же это не касается? Почему? Говорят, можно написать. Ну, не сказали, можно написать. Будет. С работы всё плохо, городок маленький. Все друг друга знают. И ещё и убивают друг друга. Ну, я ж не хотел его убивать. Не факт. Если бы хотел убивать, была другая статья. Не, может ты хотел его убивать, да просто не добил? Чего скорую не вызвал? Так я думал, что он живой. Он, когда я уходил, он живой был. Он уже кто-то другой его убил. Ну, я говорю, утром пришёл, приехали, забрали меня и это... Уже был. Я говорил и всё равно. Это не я. Эти руки ничего не брали? Нет. Руки не говорил, что ничего не брали. Ты ещё что-то взял? Не взял я ничего. Ключи забрал. Он не забрал, а он отдал мне их. А я отдал этот человеку. Страна возможностей, да? Ну. Какая есть? Какая есть? Прикольная тема для разговора какая есть. А такая надо? Нормальная. Нормальная страна? Нормальная страна. Ты думаешь? Я говорю, чтобы была нормальная страна. А сейчас она нормальная? Я не знаю, наверное. Что ты тут делаешь? Я? Да. Пришёл за белым листом. Угу. То есть убивать других людей за белый листик, это нормально у тебя считается? Да вообще нет. А как? Ну. Считаю, это ненормально. Приближайся. Хотя ты по 111 каратэ дзюдо. Я тогда отсяду. Мало ли сейчас покушение устроишь на журналистов. Не? Сто процентов. Сто процентов. Чё не? Зачем? Белый лист. Ты героем станешь. Убил меня. Сто процентов станешь героем. Конечно, маловероятно, что ты отсюда выберешься. Но доска будет сто процентов гранитная. На школе. Я так думаю. Ладно. Афиг. Проводок не нужен. Так. Готов? Да. К чему? Утридовать. Давай. Представься, пожалуйста, в камеру разбитого Самсунга. Город рождения. Дно? Дно. Уже были чуваки из два. Так оно звучит. Уже были, короче. Знаю. Откуда знаю? В интернете смотрел про Любинцева. Ты смотрел меня? Владимира. Владимира Золкина? Да. Тебе не хватило? Увиденного? Что Золкин не так сделал в той беседе, что ты пошел? Золкин, я тебя найду по IP адресу. Хочешь с Золкиным поговорить? Не знаю. Прикольно. Напишите, короче, в рубрике. Может, наберем Золкина. Предъявил мужу, вот он проводил беседу с человеком из дна, и что-то он не доработал, что пришел с земелья. Ты даешь добровольное согласие на записи и публикацию данной беседы? Да. Популярным будешь? Не знаю. Нет, наверное. Да. Полмиллиончик тебя посмотрят. Потом порежут, закинут в Одноклассники, ВКонтакте, в Телегу, в ТикТок. В этом месте, может быть, будет рекламная вставка. Приветствую всех. Компания Космолод в очередной раз поддерживает нас и поддерживает нашу программу, а именно поощрение наших бойцов за пополнение обменного фонда. Программа Дмитрия и Владимира. Закинули нам очередных 150 тысяч гривен. Все деньги уйдут или на Мавики для наших бойцов, или же просто выплаты деньгами. Также хочется сказать про Космолод Аирлайнс. Это 100 миллионов гривен, которые уже были переданы на 50 ударных БПЛА Панишер. Панишеры прикольные чем? Тем, что они стойкий крэп и они выполняют боевые задачи. Совсем недавно был закрыт дополнительный сбор с помощью вас на три станции наземного контроля. Видеоотчет есть у нас в Телеграм канале и на Ютуб канале есть также. Там видно комплексы, видно сами БПЛА и видно, как мы их передаем военным. Что еще хотелось сказать? То, что с помощью БПЛА был уничтожен комплекс РФ Бориса Глебс, мало-немало, но стоимостью 200 миллионов долларов. Поэтому Космолод и UA Dynamics крутые ребята, помогают силам обороны Украины. Информация находится в закрепленном сообщении, в закрепленном комментарии. Всем спасибо. Спасибо Космолоду. В любом случае, моя программа работает. Программа, по которой я плачу деньги другим людям за информацию. За информацию о войсках РФ, о позициях, о складах и другой различной информации. Контакты в закрепленном сообщении. Подписываемся на канал. Там нет вообще никаких приколов. Там исключительно новости о проекте. Я запускаю новый проект «Деньги от Апостола». Выплаты вам за информацию. За август и сентябрь месяц я выплатил более 4 миллионов долларов 300 тысяч русских рублей. Плачу я за различную информацию, начиная с геопозиции складов боеприпасов, различной техники до расположения личного состава. Выплачиваю на крипту или выплачиваю на карты банков РФ. От 50 до 250 тысяч русских рублей за одну позицию. Выплачиваю сразу после подтверждения предоставленной вами информации. Общение будет проходить только в WhatsApp. Для проекта будет создан телеграм-канал, в котором будут новости и объявления. Телеграм-канал написан. Подписываемся. В WhatsApp тоже написан. Спасибо. Есть проекты у меня «Я плачу деньги таким, как ты», которые сдают других. В частности, ты пошел сюда за деньгами, а не за белой справкой? Или нет? Не за белой справкой. А зачем тебе белая справка? Чтобы устроиться в более-менее нормальную работу. Какое у тебя образование? Один из классов. Училище. На «ты» можно? Да. Одиннадцать классов и училище? Да. Закончил? Нет, училище не закончил, но получил специальность я в училище. Какую? Тракторист. Что тебе даст белый лист с таким образованием? Я понимаю, когда у человека есть судимость и у него вариант того, что его не берут куда-то в госструктуру, потому что там есть какие-то тайны. Или на должность какого-то руководителя в банке. или там работать в кассе. В твоем случае разве к трактористу применяются репрессии? У нас сельская хозяйственность не очень сильно развита. Хорошо, куда ты хотел пойти? Ну, заводы какие-либо. Ну, что ты умеешь делать? Ты не закончил обучение. Ну, когда-то я работал уже на заводе. После того, как ты освободился, сейчас мы до этого дойдем. Ты пробовал устроиться? И что тебе говорили? Что судим. И что? Как бы мы вам позвоним, как обычно говорят. Ну, и в конечном итоге звонка не было, никакого не происходило. Ты думаешь, это связано с тем, что ты судил? Ну, в основном, да. Сколько у тебя было таких попыток? Ну, много. Я уже работал вообще, как бы. Давай тогда по порядку. Семья, дети? Ребенок, дочь. А жена? Ну, мы, как бы, жили в гражданском браке. В гражданском браке. Потом, пока меня посадили, она, естественно, ушла. К другому? К другому, да. Тебе полных тридцать… Тридцать лет? Тридцать лет. В этом году будет тридцать один. Ну, тридцать лет. Когда ты начал жить гражданским браком? В двадцать, наверное. В двадцать. Когда родился ребенок? В тринадцатом году. Двадцать три было, наверное, получается. Двадцать три, да. Двадцать три. В четырнадцатом году тебя закрыли? В семнадцатом году меня закрыли. В семнадцатом? В семнадцатом, да. А, в семнадцатом закрыли и шесть отсидел, правильно? Пять. Пять, в двадцать второй. Угу. Так, хорошо. Кем работала жена? Она работала, она в кассе билеты продавала, железнодорожные. Но тоже образования нету. Почему есть? Какое? Она проводник вообще? Ну, имеется в виду. Понятно. Это, короче, реально трэш. Я могу сделать еще один вывод по опыту общения с военнопленными. У них реально проблема с ячейками общества. Чего они расписывались? Не знаю. Многие так живут. Мы так живем. То есть, вот этот царь, который за семью, вот эти ценности, духовные скрепы, короче, вот эти все приколы. Но в обществе у них из десяти человек, я так понимаю, восемь живет гражданским браком. Никто не расписывается. Ну, многих живут тогда. А почему? С чем это связано? Мне реально интересно. Ну, не знаю, честно. Ну, да, короче, семейных ценностей у них нет. И там, дети, был пленный, у которого он был, у нее третий. А у нее были дети от первого, от второго и от него третьего. Так а из-за чего вы разошлись? Ну, меня посадили в тюрьму. Ну, сколько дочке было на момент, когда тебя посадили? Третий годик. Третий годик. Как назвали? Ульяна. Ульяна. Кем ты работал до тюрьмы? Я работал в пожарном поезде, работал путейцем, работал. С армией, когда пришел, я поработал немножко на заводе. Налоговая. Ты… Ну, так РЖД, там по идее, нормальная зарплата. Путейц, тяжелая работа вообще. Ничего не могу сказать. Это что, болты крутить на железной дороге? Сверхдержава руками, да, ключами? Да. А типа пневмо там какая-нибудь? Они есть, но небольшие какие-то участки, они делаются вручную. Сверхдержава. Когда ты совершил преступление и как это было? Было 1 мая, отдыхали с товарищами, пришел товарищ один, попросил, пойдемте сходим кто-нибудь со мной. Что он попросил? Забрать ключи. Отдыхали и распевали? Да. Жена с вами была? Нет, дома была. Сколько у вас было? Четверо-пятеро, четверо-пятеро, что-то я не помню. Четверо-пятеро, приходит еще один и что он говорит? Он говорит, так и так, ну пустил человека пожить, ну освободился он, ему идти некуда было, пустил пожить, а в конечном итоге он сейчас мне говорит, закрывается, ключи не отдают, типа помышь ключи забрать. Сколько у вас человек пошло? Я один пошел. А ничего не пошло? Не знаю. Это же бред. Нет, не бред, я решил просто помочь. А тот, кто просил, пошел? Да. А ты его знал до этого? Да. Откуда ты его знал? Ну, мы общались когда-то в свое время. Он сидевший? Ну да, отбывал наказание. Про какой статье? Не помню, честно, что я там. Хорошо, приходите, ты выпивший, он тоже выпивший, я так говорю. Нормально выпивший? Нет, я в нормальном состоянии был, только вот, ну сели как бы, и он пришел. Присели? Да, присели. После чего сел. После чего сел? Да. Неправильно выполнил приседания, сел правильно. Хорошо, дальше получается, приходите в эту квартиру, да? Да. На каком этаже? На первом. На первом. Там этот чувак был? Чувак, да, был. Расскажи все, чтобы я не выпутывал. Это же, по сути, самая интересная часть из всей беседы, потому что, ну, мне так кажется. Ну, пришли, короче, дверь была открытая, мы зашли. Ну, там лежал тип в одежде и во всем, ну, на кровати. Ну, я ему говорю, давай вставай, уходи. Он полежал там маленько. Тоже бухой? Ну, выпившись, я думаю, был. Страна возможностей, страна таланта. Ну, он встал, он встал, начал уходить, там бубнил, ересь всякую. Я ему говорю, давай ключи, он говорит, сейчас выйдем, я тебя дам ключи. Ну, и все, когда при выходе в подъезде он мне нанес удар. Куда? Как? В грудную клетку. Развернулся и ударил меня. Ну, он старше тебя был? Да. Больше? Ну, примерно одно телосложение, примерно. Одно телосложение? Ну, и все, как бы я нанес, соответственно, пару ударов и все. Как бы он завалился. Куда ты его вступил? Ну, я ему в лицо завалился, упал он там со ступенек. После чего я подошел к нему, он говорит, давай ключи. Он дал мне ключи, ну и все, мы как бы ушли. И на следующий день меня приехали, забрали. Ну, предъявили статистику 11.64. Спросили, что было, как было. Ну, и рассказал так и так. Ну, вот как сейчас он сказал. Ну, и все сказали. Признал себя виновным. Ну, как бы, ну, мне вчера какого-то времени не говорили, что он помер до вечера. Утром меня забрали, вечером только мне сказали об этом. И все. Адвокат у тебя был? Да. И что адвокат? Назначали экспертизу, не экспертиза, мог умереть сам или нет. Нет, подожди. Адвокат когда на допросе был с тобой? Да, все время, постоянно. И что он тебя? Он тебя инструктировал, как надо говорить или что говорить? Да. Ну, когда первого допроса не было, а потом, когда дальнее… А ты вначале все рассказал без допроса? Ну, там опера, да, рассказывал. Ну, ты же понял, да, что… Ну, да, естественно, я уже теперь все понимаю. А что ты сейчас понимал? Что он мог бы ничего не говорить 51 без адвоката. Ну, это теперь уже, зная закон и так далее. Тюрьма учит, да? Ну… Было время почитать КПК, УК? Да. Ну, да. Знаете, кто не в курсе, работает везде, право не говорить о себе. Как звучит у вас эта статья? Не помню правильно, как могу взять 51 статью… Взять ее нельзя никак? Ну, как бы воспользоваться статьей 51, без адвоката ничего не говорить… Не так, нету там ничего такого про адвоката? Ну, не про адвоката, не могу не давать показания против себя и своих близких, там как-то так идет. И что дальше происходит? Все, должны предоставить меня адвоката. Нету там про адвоката ничего. Зачем ты обманываешь честной народ? Ну, хотя такое утверждение… Какое? Короче, у нас это называется 63 статья, это можно не свидетельствовать о себе своих близких членов семьи и вы за это не понесете никакое наказание. Там нет ни одного слова про адвокат. То есть, если вас кто-то спрашивает, куда ты шел или чего ты делал, и вы не хотите этого говорить любому представителю силовых структур, правоохранительных органов, вы, ссылаясь на 63 статью Конституции Украины, говорите, что я отказываюсь говорить на эти темы, давать ответы. А когда адвокат пришел, что он тебе говорил на допросе? Ну, он… Он должен был тебя проинструктировать. Проинструктировал. Что он инструктировал? Ну, он спросил мне, давали бы ли какие показания, я говорил, да. Что он сказал? Ну, как бы ты уже, в принципе, все сказал, ну, что как было, в принципе, он говорит, сейчас будем назначать экспертизы, не экспертизы, что вообще человек, ну, после таких нанесений телесных повреждений, ну, не должен был бы как бы умереть. Он, возможно, что умер сам, при ударе там головой там было, либо что-то такое. Ну, назначали экспертизы, не экспертизы, но ей сказали, что… Адвокат бесплатный был? Нет, платный. Платный адвокат? Да. Как его фамилия? Не помню, честно, не буду врать. А где ты его взял? Родители наняли. Родители его наняли тупого адвоката. Он должен был пойти в отказ и сказать, что я ничего не делал, по поводу того, что меня там не было. Ну, или не было драки. Мог? Мог спокойно сказать. Так же надо было говорить. Если платный адвокат, он должен был тебе это сказать. И я не пробую его отвелить или не пробую там доказать или рассказать про возможности скрытия преступления. Но знание базовых своих прав – это нужная мера сейчас, в этой жизни. А почему твой чувак, который тоже был, не стал подельником? Он? Но он и не наносил никаких ударов. И что? Это ничего не дает? Ну, не было подельника моим. Но это тебя спасло от более тяжких последствий, потому что была бы группа лиц. Возможно. Ну, потому что, видимо, он на себя все сказал, и они решили его не угрожать. Он, как минимум, знаешь, что он сделал? Нарушил? В каком смысле? Ну, он, как гражданин Рабзии, должен был сообщить о том, что произошла драка. Ну, а он, когда возвращался потом домой, там уже была полиция, он сказал, кто это сделал? Типа, он нанес удары. Ну, он, короче, дал против меня показания. Сказал, да, вот я приходил с Кузнецовым, у них произошла драка и так далее. То есть он, по сути, был заявителем на тебя? Ну, получается, наверное, так. Своих не бросаем, да? Сколько суды были? Суды были... Суды были... Год? Нет, меньше года было. В октябре меня уже осудили, потом я писал в апелляционный суд. Какой? Апелляционный. Ага. Ну, все там, апелляционный суд, ничего не поменял. В касацию чего не писал? В касацию, потом уже на лагере писал. И что? Ну, отказаться тоже было. Все правильно. Ну, потому что ты во всем сознался. Ну, в принципе, да. То есть там такая себе штука. Так, понятно. Кем ты был на лагере? Работал. Ну, мужик. Ну, не обиженный? Нет, еще работал сам, как приехал, так работал. От звонка до звонка? Ну, да, у кого-нибудь поселение, потом... Какие формы пыток были на лагере? Ты не был, а работал? Нет. Как наказывали, например, ваш отряд? Ну, если ты там что-то нарушил, рапорт писали и в изолятор. Если, как бы, это неоднократно повторялось. Если однократно? Ну, сажали в изолятор. Сколько стоят сидел? В ШИЗО? В ШИЗО был два или три раза. По 10 суток? Нет. 10-15. За что? А там с дневных на проверку был, опаздывал, пока помочь. Там с утра было это. Потом за тапки был, чтобы уходил на проверку. В тапках? Да. Ну, такие элементарные. Запреты были? Это красные или черные? Наверное, красные, скажи больше. На плацу зимой стояли? На плацу. Сжали проверку постоянно. Сколько дольше всего стояли? Ну, 30-40. Как бы не сильно. Когда жена от тебя ушла? Почти сразу. Как только тебя закрыли в мае месяце? Не, ну, в августе письмо пришло вроде, если не ошибаюсь. Она написала письмо? Да. Что она написала? Она написала. Она? Угу. Как она сказала? Не помню. Я думаю, ты это письмо должен помнить. Типа последнее, да? Ну, там было оно, три строчки и все. Тогда ты их сто процентов помнишь. Ну, я именно не помню, как было написано. Ну, давай плюс-минус. Ну, что она больше не будет ждать меня. Если будет возможность какая-то позвонить, звони, буду рада слышать твой голос. Больше писать не буду. Ты звонил? Нет. Ребенка видел? После освобождения видел. Ты пришел или со стороны? Нет, она давала все время моим родителям ребенка. Ну, как бы, до сих пор давала. Ну, ты когда освободился, она тебе давала с ребенком видеться? Да, не запрещала. А что, муж новый? Ну, она с ней тоже разошлась. Третьего нашла? Не знаю. Знаешь? Не знаю, честно. Ну, я общался просто с ней. Это как раз то, что я рассказывал, что там типа… А от второго был ребенок? Да. Ты понял, да, короче, что я в начале диалога не знал, о чем будет речь, но я по сути… Это у них повальная тема. Я не знаю, что у них там происходит. Напишите в комментариях. Или тут, или тут. Кто на чем смотрит. Это у них реально повальная торшовая тема. У них понятия ценностей семейных нету. Второй ребенок кто? Девочка у нее тоже. За какие средства она живет? Работает. Кем? Так же там и работает. Хватает денег на двух детей? Ну, родитель помогает, он помогает, насколько понимаю. Кто помогает? Ну, с кем она жила. Иван, да? Вова. А что ты сказал? Вова. А, Вован? Вован. Ты его знаешь, так? Ну, да. Ну, давай расскажи, как его встретили. С Вованом? Ну, с Вованом, да. С Вованом я знался до этого. Короче, трэш, да? Ты в тюрьму, он вместо тебя. Ну, типа такого выходит. Ну, типа того. И что ты с ним встретился после того, как отсидел? Ничего. Уже муршун такой весь вышел там. Ну, что? Звезды наколол себе на колени. Нету. Нету? А что есть? Картинки всякие. Картинки. Какая самая интересная? Да и нету неинтересных. Ну, Микки Мауса точно нету. Ну, естественно нету. У меня, типа, хорошее настроение, условно. Не знаю, чего. Мало сплю, поэтому это уже… Да. Ну, и что Вован? Ничего. Я его видел пару раз. Он работает сейчас в городе. Кем он работает? Не знаю. Знаю, что ездит в вахты куда-то работать. Угу. Когда ты пошел, подписал контракт? 26 сентября. 23 года? 23 года. И когда ты в плен попал? 28 октября. Через 30 дней, грубо говоря. Да. Через 32. Угу. Кем ты работал после того, как освободился и до момента подписания контракта? Кутейцам. Кутейцам. Сколько зарплата? 20-22. Алименты? Нету. Алиментов она не подавала. Не? Не подавала? Нет. Угу. Ну, с ней ты общался, типа, нормально? Ну, как бы, общался, ну, как бы, там, просто так позвонить, ну, я не звонил, там, я не названил ничего. Как бы, если надо в какие-то моменты этого, я позвонил, пообщались. Угу. Понял. Интересно, как это в записной книжке выглядит. Бывший один, бывший два. Плохое или хорошее настроение? Не знаю. Напишите, когда получаются беседы лучше. В каком настроении. Так, хорошо. В каком подразделении ты служил? Мотострелки. Прикольно. А есть там цифры, буквы какие-то? 27-я мотострелковая бригада. 27-я мотострелковая бригада. Кем ты там был? Стрелок, разведчик. Разведчик. Когда именно ты зашел в Украину? 1-го числа мы были, потом неделя у нас. Значит, 26-го ты подписал и 1-го уже были в Украине? Да. Где у вас отделе были? В Курске. Угу. Это типа 28-го там? Ну, мы были в «Авангарде». Где? В «Авангарде», где-то в Подмосковье, я не знаю где это. Авангард? Да. Что это такое? Ну, там собирали нас. Полигон какой-то? Ну, в здании, да, там. И все, нас отправили на Курск. Угу. С Курского уже всегда. Обучение как было? Ну, вот здесь была неделя, 7 дней. Чему учили? Ну, ходить тройками, ногами вверх смотреть. Что значит? Ну, надо на небо смотреть, что дрон улетает. Помогло это все? Не знаю, я как бы вот первый раз пошел и не дошли до куда-то. Когда у тебя первый боевой был? 28-го октября. А что ты делал до… Ну, у нас как бы… Мы приехали когда на место, в лес. Там были землянки, уже были. И выкопанные просто, ну, ямы. Нам сказали, вот строитесь, вот строите столовую себе. Кто там был, там они ходили на какие-то задания. Там было мало народа. Человек 9. Угу. Так было всего. 28-го числа сколько у вас человек пошло и какое у вас было задание? Три человека у нас пошло. Ну, группа выезжала в нас, вообще выезжала до нас. Человек высадили до этого. Угу. Ну, машина повезла людей менять, наверное. Да, 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 да. И нас высадили, не доезжая в райгородке. В райгородке мы пошли пешком. Командир группы запутался с маршрутом. Обратились к нашим российским военнослужащим за помощью. Угу. Ну, вроде бы, или было вздохси у нас, но это как бы у вас Угу. Ну, ну, вот это ага, потому что когда одна история от нескольких людей, всегда, короче, появляются детали. Давай. Обратились, прошли сколько-то прогородки, где-то прошлись, где-то пробежались, потом они что-то с командир группы посовещались, они опять с Рыжим, потом вернулись. Рыжий, кто не в курсе, это проводник, типа, который вызвался. Потом мы вернулись, в какой-то дом зашли, они посмотрели по карте, уже троем, от командира группы, Рыжий, и кто был в этом доме, но они говорят, как бы, есть эта точка вообще, как бы, ну, и который, типа, говорил, это нам все, ну, к которому Рыжий обращался, это тоже, ну, вышестоящее начальство, то есть, что, он говорит, ну, как бы, есть точка это все, Ну, все, ну, у вас будет обстреливать, там, ну, вы пойдете, ну, все, и мы пошли, нас повел Рыжий, мы шли и шли, она поработала пулемет, постреляли, ну, как бы, шли, в принципе, но потом по полю прошли, потом вот нас встретил человек, встретил, стоял человек, перед нами, гражданская форма одежды, Рыжий спросил, мы зайдем, а там окоп был перед нами, он говорит, а, Рыжий спросил, кофе есть, кофе курить, он спросил, зайдем, они говорят, заходите, Мы зашли в окоп, пошли, там, колючка была, мы обошли его, зашли в окоп, командир группы спросился в туалет, мы пошли все в туалет, потом произошел взрыв, выстрел сперва произошел, потом произошел взрыв, так, я не понял, что произошло, командира группы после этого я не видел, нас взяли в плен, сперва гасло. Короче, кто не понял, первый из этой группы рассказывал другую чуть-чуть историю, там получилось как, да, они пошли, Рыжий этот подошел к нашему, это был уже наш, в гражданке, подошел к нашему, спросил кофе, про сигарету, он ничего не говорил, ему сказали, заходи, он спустился в окоп, там были наши, они пошли куда-то в туалет, потом они вернулись и уже были взяты в плен, так рассказывал первый. Ну мы вышли с окопа, командир группы говорит, мы пришли не туда, мы пришли не туда. А, да, там не так, а ну давай, пулемет там еще был, дальше, когда вышли. Ну там, нет, когда мы заходили, ну каба в окоп. После туалета. После туалета. Вы пошли. Мы пошли в туалет, командир группы говорит, мы пришли не туда, мы получается ставили возле пулеметного гнезда каба. Да, пулемет, я же уверен. Какой? И потом мы с пулемета что-то кричали? Это, подождите, сейчас расскажу все. Давай. Вышли, командир группы говорит, мы пришли не туда, ну каба мы стояли все на расстоянии от друг друга, небольшом. А, да, да, да. Произошел выстрел, выстрел превзошел, произошел выстрел. И сразу произошел, я только голову повернул, произошел взрыв. Ну по инерции что, ну ложишься. Поднимаю голову, у нас на нас уже наставлены автоматы, сдавайтесь. Первый не рассказывал про взрыв. Это гранату кинули? И мы так и не поняли, нас потом спросили кто-то кидал гранату. Мы сказали, мы конкретно ничего не кидали. Все, нас завели обратно в окоп. Рыжего уже не было? Рыжий с нами не пошел, он остался там где-то сначала. Рыжий походу там работает, вводит их. Привел кофе, попил, пошел следующий привел. Да, эту историю я уже слышал. Ну и все, так нас взяли в плен. Жена знает что-то новое? Наверное, думаю, да. Ты ей не говорил? Нет. Родители. Кем работали родители, давай так, до твоей тюрьмы? Ну, мать работала всю жизнь в садике, в детском садике. Отец эскалаторщик. Откуда деньги на адвоката? Или это знакомый какой-то был? Нет. Какие-то сбережения, может, еще что-то. Сколько обошелся адвокат? Не знаю, имени его или... Они знают, что ты на войне? Да. Ты им говорил? Да. Что они сказали? Твой выбор. Ты им до войны сказал? Ну, да, когда уходил, они провожали меня на поезд. Провожали на поезд. Так, ответила сестра. Разрешите, закрою? Так, давай. Я ей позвонила, она ждет. Да, ладно, номер. Блин, что же вы номер даете с этой восьмеркой, я говорю, больной? Что с ней делать? А не знают, что ты в плену? Не знаю. Ну, у сестры ей, фон. То есть сестра? Да, родная. У нее семья, дети старшая, младшая? Старшая сестра, два детей. Кем она работает? В магазине, если не ошибаюсь. Работала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня знаете? Нет. Чего? Первый раз я вас вижу. Вы же своего сына не искали? Искала. Если бы вы искали, вы меня... Но вас вижу первый раз. А кого из украинских журналистов вы видели? Знаете? Не знаю никого. Золкина знаете? Я искала нику журналистов. Кого? Золкина. Ну, услышала. О, а что слышали? И что слышали? Ну, что есть корреспондент, занимается военными пленными. Да что вы ему не писали? Нет. Ну, у меня дочь занимается им поиск. Ага. Понятно. Ваш сын находится в нацистском украинском плену. Если вы хотите с ним поговорить, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию данной беседы. Я согласна. Привет, мам. Стой. Привет, Тур. Ты не говоришь, где ты находишься, и ты не говоришь, с кем ты находишься. Услышал. Хорошо, да. Мам, поверни телефон нормально. Видите, что... Встань, где связь ловит. Я в плену с 28-го числа. 28-го октября. Нахожусь. Как у вас дела? Ой. Да так, Саша. Нервничаю. Искала тебя везде. Что говорили? Сейчас ездили. Что говорили? Числи, они ничего не знают. Числица без вести пропавши с 3-го ноября. Угу. Ясно. Они никаких данных не дают нам. Ясно. Мы писали в красный крест вовсюду, куда только можно. Ясно. Как у вас дела как здоровья? Потихоньку. Нормально. Как у тебя? Все нормально. Все хорошо. Что от нас надо? Какие действия? Выйдет видео на ютубе. С этим видео вы должны обратиться в военкомат. Военкомат. Сказать вот весь видео. Что я в плену нахожусь. Обратиться. Там воинская часть у тебя должна была на конверсе написана. Я не помню какая она. У меня все есть. И чтобы в части тоже знали как бы, что я нахожусь в плену. Хорошо. В принципе все. В твоей части даже в наш военкомат не сообщили, что ты находишься... Там. 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 Моя в наш вонька, вот вы вовсюду ходили. Ну теперь и знаю. Как же. Как ты? Нормально все. Все нормально. Как здоровья? Пойдет. Все хорошо. Как Зуля? Потихоньку. Как сестра? Сестра тоже помаленьку. Но она все пороги отбила. Ясно. Зуля, общаетесь или нет? Да, общаемся. Не так часто, но общаемся. Пишут. Вчера писала только что. Ясно. Скажете ей тоже. Хорошо скажу. Пусть напишут номер телефона, она берешь. Можете написать номер телефона, я позвоню ей. Там где WhatsApp есть? Где WhatsApp есть. Яный. На WhatsApp твой номер? Зуллин. А. Не достать. Ну Зулькина. Она может позвонить? Нет, и она не может мне звонить. Она может просто... Ты дай ее на номер телефона, и я с ней сам свяжусь. Хорошо. А куда мне... Кому мне дать? Куда написать? Сюда. Вот на этот номер, с которого звоню сейчас. На этот. Хорошо. Да. Сюда звонить нельзя, можно оставить голосовые сообщения. Голосовое сообщение, либо сообщение. Здесь бывает... Дают... Ну, если будет, вы что-то мне напишите, я раз в месяц там где-то примерно смогу вам ответить. Хорошо. Жду обмена. Когда-то может произойдет. Так, что так. Поиски мы начали с 7-го числа ноября у тебя. Быстрее на Влада жену мы. Ну, должен быть. А Влада жены, пускай... Вот, пускай Зуля, она пишет Влада жены, Влада жены, пускай Влад сообщит, что в части, что я нахожусь в плену. Так, может, быстрее произойдет все. Какие-то движения. Вот. Ты там один из группы? Нас двое. У нас двое. Двое. Один... Кто так... Ты не говоришь. Я не могу сказать. Кто второй. Ясно. Я все буду делать, чтобы тебя поскорее освободить. Держись. Буду держаться чем. На поговорить, хозяйка. Можно вопросик задать? Можно. Зачем вы ему разрешили пойти убивать нас? А он нас не спрашивал. Ему 30 лет. Он самостоятельно живет. Принял такое решение. Пришел, сказал, я ухожу. Меня не останавливайте. Офигеть. Ты не так говорил. Ну, родители высказывают к своему мнению, как они видят. Ну... А что у нас происходит? Ну, политика идет. Что происходит в стране? Какая политика идет? Куда идет политика? Вот такая. Вот какая? Что это такое? Это что? Война или что это? Или это... Я не могу понять. Так это же я спрашиваю. Ну, вот и я спрашиваю. Вы что? Я спрашиваю нашего государства. Что идет-то? Расскажи-то. Война идет. Война идет? А кто на кого напал, мне чисто для себя уже интересно стало. Да никто ни на кого напал. Что-то там в вершах не договорились. А дайте трубочку. Это отец. Я понимаю, что это отец. Я умею различать. А передайте трубочку. О, да, здрасте. Здравствуйте, здрасте. Ага. Так кто на кого напал-то? Я так смотрю, вы политикой интересуетесь? Никто ни на кого не нападал. Охереть. Точно? Охереть. Ну, да кого-то. Я не могу понять. Я в свое время служил. Все, как бы, все было нормально. Почему у нас идет война за войной? Кто кого защищает? Кто куда идет? Ты-то разобрался? За родину мы идем. За что? Слышь, чувак. За государство. У тебя в Украине родина? Нет, в Россию. Ну, так вот. Я не знаю, где родина. У родина у вас в Рабзи. Ты скажи мне, что твой сын делает в Украине. Это мы и начнем подходить к вопросу, кто на кого напал. Тебя в плен где взяли? В Украине. А где? В райгородке. Это какая область? Вуганская. Это какая область вообще? Территория чьей страны? Украина. А ну, отец. Открой мне все карты мира. Кто на кого напал, если твой сын с автоматиком бегал в Украине? Выходит, он напал на Украину. Ух ты, блин. Ни хрена себе, чувак. Вот это познание. Ну, давай дальше разбираться, отец. Если он напал на Украину, то какая страна напала на Украину? Россия. Россия. О, отлично. А давайте еще разберемся, в каком году ваша хрена страна напала? В каком году? Не знаю, в каком году. А если я скажу, что в 2014, это будет удивление для тебя, отец? Будет. А как это вы так этого не знаете-то? Война за войной-то идет. Грузия, Чечня, Молдова. Да. Ну и кто там нападал на кого? Отец. Ух ты. Я отвечу. Рабзия твоя нападала. В курсе же, да? Ну, ты же политикой интересуешься. А ты интересуешься политикой. А теперь ключевой вопрос. А на хрена вы напали? Это не мне решать. Я не знаю. Я маленький человек. Ты сына делал? Делал. Вот он в плену находится. Если бы его убили, что бы ты отвечал для себя? За что он погиб? Я не могу ответить на эти вопросы. Можешь. Я не понимаю, что, кто, на кого и зачем. Для чего это вообще все. Жили мы в сто лет, не сто, тысячу. И жили как жили. И все были как все. Отец, по тонкому льду идешь. Какой город старее? Киев или Москва-то твоя? Пускай Киев. Но? Но. На болотах-то на сколько сотен лет Москва-то твоя образовалась? Не знаю. О, смотри, прикольный вопрос придумал. Отец, а сколько уже русских ванек полиглота в Украине? Знаешь? Не знаю. А как ты думаешь? Ну так, чтобы мы на одной волне были. Не знаю. Много. Ну приблизительно. Ну число, любое из головы. Не знаю. Я не говорю. Ну приблизительно. Приблизительно. Не знаю. Ну что, как я могу сказать приблизительно, если я даже не знаю, сколько там воюют человек. Воюют миллион человек. А сколько погибло? Воюют миллион человек. Сколько погибло? Ну. Ну вот уже пополовину, наверное, перебили. Давай возьмем помощь студии, то есть матери. Мать-то знает, сколько, наверное, погибло? Нет. А давай расскажем эту военную тайну. 400 тысяч. Нет, ну ты по телевизору. 360 с чем-то. 360. 360 с чем-то там. 360 с чем-то там тысяч. Уже двухсотых. С коэффициентом 3 это трехсотые и коллеги. Это много или мало? Много. А что много? Мне кажется, нет. А сколько должно сдохнуть вас, чтобы вы начали политикой интересоваться? А при чем тут это? А при том, зэки есть? Много. Много. А кто еще, кого ты увидел пару дней назад? Только не говори, короче, это слово на букву М. Темнокожих он увидел. Афро-американцев. За вас уже ваньки заканчиваются, поэтому за вас пошли воевать кто? Афро-американцев. Да, это темного цвета, чуваки. Отец, отец. Херовый ты отец. На. Херовый, потому что он не знает меня. И не писал Золкину. Привет, батя. Привет. Надя, я сделал все, чтобы мог. Я... Как здоровье? Здоровье, потихоньку. Здоровье, потихоньку. Хорошо. Пускай мама не забудет написать Золи номер. Не слышу. Пускай мамка не забудет написать Золфии номер. Напишу, мам. Напишу. Так, в целом все нормально? Связь, план. В целом все нормально? Да, потихоньку снова, потихоньку. Главное, у тебя все было нормально. Будет, наверное. Ну, а так, через Влада, пускай Влад передаст командование, что я в плену. Хорошо. Так, в принципе, все. Всем привет передавать. Всем привет передавать. Хорошо, сынок. Ты не раненый? Нет, нормально все. Так, ладно, давайте заканчивать. Все, ладно. Номер напишите. Пока. Если напишут прямо сейчас, то возможно прямо сейчас. Напишите прямо сейчас номер, Зуля. Хорошо. Давай. Все, давай, держи. Пока. Держи. Пока. Напиши сразу, мам. Хорошо, напишу, сынок. Давай. Пока. Тебе как-то не так поговорил? Почему? Все. По-моему, нормальные вопросы. Все нормально. А сколько должно реально вас? Не знаю. Когда вы начнете интересоваться? Видишь, они типа в душе-то понимают, что твоя страна напала. Ну, почему-то боятся это все говорить. Ты знаешь, в скольки войнах твоя страна принимала участие? Ну, я думаю, во всех, где вы были, где-то она принимала участие. На телеграм-канале Соловиный помет выложена замечательная такая табличка. Кто не в курсе, для, может, новых зрителей Срабзи, сейчас прочитаю. Как ты думаешь, сколько? Ну, вот так вот. Пяти-шести, наверное? Пяти-шести. Ну, я не говорю за свой возраст, а так с 1900 года. Какое? Могу сказать, афганская, чеченская, Грузия, да? Молдова, я говорю еще. Молдова, да. Потом. Афганистан. Ну, я говорю, Афганистан, Чечня. Чечня два раза. Чечня два раза, да. Ну, это даже не... Сирия там были. Сирия защищали скрепный мир. Агрессия Рабзи против других стран. Украина, 1918 год. Кстати, из Прикола, когда Россию сделали, образовалась Россия. Не могу сказать. Ну, в каком году распался Советский Союз? Советский Союз в 90-каком-то. В 90-каком-то там. Соответственно, в каком году образовалась Рабзиа твоя? В 93-й, там, в 92-й. Ну, пойдет. Да, наверное, в 91-й. Ну, в 1891-й. Да, в 91-й. А Украина в 1918-й. Прикольно? Польша 1920-й, Азербайджан 20-й, Грузия 21-й, Китай 29-й, я говорю 1929-й. Япония 38-й, Польша 39-й, Финляндия 39-й, Румыния 40-й, Япония 45-й. Здесь, да, я читаю и Вова, мы читаем все комментарии. Здесь действительно пропущена Латвия, Литва, Эстония в эти года. Поэтому, Северная Корея 1950-й, Китай 50-й, Венгрия 56-й, Лаос 60-й, Вьетнам 61-й, Алжир 62-й, Египет 62-й, Йемен 62-й, Сирия 67-й, Чехословакия 67-й, Китай 69-й, Камбоджия 70-й, Бангладеш 72-й, Ангола 75-й, Эфиопия 77-й, Афганистан 79-й, Ливан 1982-й, Азербайджан 88-й, Азербайджан 90-й, Грузия 91-й, Молдова, Приднестровье 92-й, Грузия 92-й, Таджикистан 92-й, Южная Осетия и Ингушетия 92-й, Чечня 94-й, Дагестан 94-й, Чечня 99-й, Дагестан 99-й, Грузия 2008-й, Украина 2014-й. Как тебе списочек? Есть хоть десятилетия, где вы ни на кого не нападаете? Да, тут нету Сирии. Нету. 43 конфликта, табличка очень познавательная, кому интересно, на телеграм-канале соловийный помет она присутствует. Ссылка тоже будет. Мне интересно чисто разговор бывшей жены, если прислали. Это не бывшая жена, с которой я проживал. А, с которой я проживал? Да. Ну, ничего они не присылали. Ну, сейчас они просто долго для родителей. По традиции, военнопленный у нас, если хочет, может обратиться к своим землякам. Если не хочет, не обращается. С призывом, надо сюда идти, не надо сюда идти. Что делать, что брать с собой? Я считаю, не надо идти сюда. Чего? Тут хорошо по-домашнему. Убивают ракетами, кофе даю в окопах. Камера разбитого Самсуна в твоем распоряжении, если хочешь. Нет? Ну, говорю, не стоит оно того просто. Ну, не стоит оно того. Откуда ты знаешь, стоит или не стоит? Хватило одного раза выйти, чтобы понять все. Позвоним Золхману. Такого еще не было, короче. Надо ему что сделать? Предъявить-то. За что? За то, что он плохо вел интервью. Почему плохо? Плохо? Я считаю, плохо? Да нет. Ну, а что нет? Ну, если ты смотрел интервью со своим… Мне показывали просто. Кто показывал? На работе показывали. И что? Почему? Просто показали. Вот, знаешь его? Я говорю, нет. Не знаю. А кто показывал? Из ребят, с которыми работали. Угу. Я говорю, сказал просто не знаю. Говорит, наш вот. Он с Рощником был вроде, если не ошибаюсь. Без понятия. Что-то Золхман трубку не берет. А ну, напишите в комментариях. Вообще еще и сбрасывает, короче. Ну все. Не прислали номер? Смотрите, пожалуйста. Пока нет. Не, ну мы же не будем сидеть и ждать. Ну понятно, да. Вот как бы. Вот такая беседа получилась. Обязательно лайк, колокольчик, поделиться. Спасибо за это действие. Эти действия. И комментарии. Эти простые действия позволяют продвинуть видео в топ. Что, доволен? Можно курить? Можно. Может, сейчас. Может, сейчас пришлю. Кто победит? Не знаю. Просто хочу, чтобы все закончилось. Чтобы закончилось все, что? Ну, война вся. Как? Я не знаю, как она закончится. Честно. Ну, как ты думаешь? Даже не могу сказать, как она закончится. Примирения, я думаю, никакого не будет, ничего не будет. Нет, конечно. Какое нахрен может быть примирение после того, как вы снесли сотни населенных пунктов наших. Сколько ты хотел денег зарабатывать? Куда они тебе нужны были? Деньги. Деньги. Ну, здесь смысл, чтобы схватало на жизнь. Ну, дом я имею ввиду. Ты не говорил, что ты начал жить с новой девочкой? Она старше меня. На сколько? Намного старше. На 10 лет. Ее что? Нет. У нее дети тоже были. А у нее сколько? Трое. Трое детей? Да. И, конечно, твои зарплаты в 20 тысяч не хватает вообще ни на что. Ну, а что вы можете захватить? Я не знаю. Ну, явно не на воспитание троих детей. 20 тысяч это по современному курсу. 220 долларов. Это, типа, 10 тысяч гривен. А она где работает? На заводе. Кем? Ну, она там, круги они делают. Волгарочные. А у нее сколько зарплата? У нее от сделки работает. Ну, в месяц сколько это получается? 20 с чем-то тоже. Короче, 40 тысяч на семью из пяти человек, минус коммунальная десятка. Да? Ну, коммунальная десятка это где-то. Ну, 30 остается. Ну, реально, тупо ни на что не хватает. Ни на что. А какого? Как маленький, в Косковской области. 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 Чтобы встроиться куда-то либо. Даже можно, чтобы обратно, даже хотя бы. Встроиться в пожарку. Тоже. но как бы то судим василь это особо не хотят брать слышишь его к чё твои личные какие-то проблемы должны вообще нас касаться не должны вообще никак ну так отчеты свои проблемы решаю с помощью моей стороны белый лист получить чтобы у тебя жизнь пошла лучше не до это нормально ты считаешь не бабок нарубить белый лист получить плохо понимаешь когда ты уже все уже произошло тогда понимаешь я говорю как есть какие есть не прислали не прислали а